Ну вот шел и чуть подвесил, и вместе вот с этой решеткой. Валерий – тот самый пострадавший, о котором рассказывали СМИ. В прошлую пятницу, когда возвращался домой, то угодил в тогда еще маленькую яму. Валерий рассказал, что доставали его сотрудники МЧС, отделался легко, порезами на руке. Мужчина признался честно, в происшествии виноват только он. Теперь это место обходит стороной. Маленькая яма, которую вырыли сотрудники водоканала, теперь значительно расширилась. Ремонтные работы, по словам местных жителей, начались еще на прошлой неделе. Тогда яму и огородили. Тут у них вода фонтаном била, вот, поэтому и получилось так. А затем, что же, они вот разрыли и никак не зароют. Мешает, конечно, ну что, по-нормальному можно же сделать, быстро все. Люди же кругом. Мне не страшно. Во-первых, вот архана огорожена, знаки очень яркие стоят, хорошо видно издалека. Почему начали ремонтные работы, местные жители не знают. Говорят, что трубы пришли в негодность. Поэтому коммунальные службы и выкопали такую яму, а попутно перекрыли воду в ближайших домах. В настоящий момент яма огорожена и оснащена горящими лампочками. Ордер на работы на этом месте еще открыт. Ремонт является текущим. Но это не единственная яма на улице. В паре километров от злополучной ямы расположена еще одна, здесь же, на улице Крупской. Она не такая большая по размерам, как в длину, так и в глубину. Со всех сторон яма также огорожена. Неизвестно, что за ремонтные работы проводились на этом участке. Сообщений о несчастном случае отсюда не поступало. Видно, что ремонтные работы здесь не закончены. Вокруг ямы лежит щебенка. Когда ремонтные работы прекратятся, неизвестно. Валерий Седов, Игорь Иглотов. Телекомпания. Город.